сегодня у нас на обзоре ноутбук asus asus viva book вот такая вот моделька в общем сначала давайте начнем осмотр внешний а потом пройдемся по характеристикам значит как всегда начинаем осмотр снизу снизу мы видим у нас всего вот тут одно вентиляционное отверстие и справа тоже одно они достаточно маленькие это говорит что процессор тут самый новый но модели уже где-то 23 года ну и это ноутбук не игровой поэтому как бы греется у не сильно и предусмотрено всего два вентиляционных отверстия так следующее что мы видим аккумулятор тут несъемный находится вот здесь находится внутри корпуса ну вентиляторы уже давай аккумуляторы уже давно делают несъемными это наверное началось когда начали в мобильных телефонах делать несъемные а цельные корпуса и это перешло к ноутбукам так с правой стороны тут у нас ничего нету обычно тут находится сидером но тут сидерома нету сзади также никаких разъемов нету все разъемы помещены у нас получается с левой стороны так итак первое питание type-c вентиляционное отверстие так кабельный интернет внешний монитор hdmi и 2 usb так и наушники так открываем значит так экран у нас диагональ 15 и 6 дюймов разрешение 1366 на 768 наверное как и во всех характеристиках дисплея сейчас пишут антибликовый но на самом деле я ни разу еще не встречал дисплей где бы я бы сел такой в солнечный день и мне было бы комфортно работать везде все блики мешают комфортной работе так частота экрана 60 герц тут объем оперативной памяти 4 гигабайта объем жесткого диска 1 терабайт да тут не ssd шник стоит а жесткий диск ну это всегда можно поменять процессор значит а м м д е 2 частого тактовая частота полтора гигагерца ну четырех ядерный так значит клавиатура клавиатура огромный плюс как всегда я говорю имеет пол полноценную цифровую клавиатура и вот эти вот клавиши стрелочки полноразмерные так минус как мы видим тут нету светодиодика который бы позволял нам определить нажата кнопка caps lock или нет то же самое к нам ловку относятся нету светодиодика так ну ход клавиш такой приятный клавиатура достаточно большая ну диагональ экрана 15 и 6 дюймов на всех ноутбуках такая клавиатура большая подсветки клавиш естественно нету так что еще можно сказать кнопка выключения да необычно всегда обычно находится вот здесь слева вверху тут же она находится справа вверху но это дело так главное привыкнуть можно сказать небольшой недостаток то что она не вынесена за пределы клавиатура куда-то сюда а находится здесь как бы может пару раз и когда-то вы нажмете ее случайно и ноутбук выключится так но это такое дело вкуса или дело привычки так ноутбук вес имеет меньше чем два килограмма в наличии я уже сказал тайп си есть и короче пишется что тут какой-то хороший звук ну я бы не сказал звук такой обычный стандартный как у всех ноутбуках данного ценового диапазона так плюс вот этот блок тачпад вот лично я люблю когда кнопки левая и правая кнопка мыши как бы вынесены в отдельный блок тут он не вынесено есть такая разделительная черта в общем вот так вот он выглядит так ну процессор amd я уже сказал едва оперативки 4 гигабайта поставляется ноутбук чистый без операционной системы ну доз обычный ну устанавливайте windows самостоятельно я думаю сейчас это все умеют делать проблемы не возникнет так а внизу я еще не заметил да не сказал вот вот тут вот так плохо отвечает слева внизу слот под карты памяти вот так вот хорошо видно так 2 бы минус который я бы сказал вот порт для наушников находится вот здесь вот слева внизу то есть если вы хотите поработать наушник вы его включаете мне кажется вот этой рукой вы постоянно будете задевать его это некомфортно я бы слоты для наушников всегда переносил бы вперед вот рядом с микро ой слотами для карт памяти вот сюда бы я перенес то же самое касается ленте всех юсби они находятся очень рядом если вы ставите флешку вам будет вот тут некомфортно работать так ну hdmi под то что находится тут это ну неважно я думаю если вы подключите телевизор чтобы смотреть какие-то фильмы то вам будет абсолютно все равно где этот порт находится в идеале конечно я бы его вынес назад так дополнительный монитор вот это уже неудобно если вы подключите дополнительные мониторы хотите работать с двумя это вам будет неудобно то же самое шнур интернета его надо выносить назад такие инженерные решения неправильно приняты вот порт питания конечно то что он сзади это хорошо и тайп си тоже находится далеко а так вот эти основные порты которыми все пользуются ноутбуках это конечно наушники и избе находятся у вас вот здесь с правой стороны not вам этой руке будет комфортно слева же нет так теперь по работе батареи батареи хватает надолго но это потому что тут не мощный процессор стоит это как бы такой плюс оперативная память не сказал 4 гигабайта стандарт ddr3 так также существует вернее существует говорю тут есть веб камера и вот микрофоны под нее сейчас на ноутбуках на моих веб камеры не делает но тут она есть как всегда качество не очень но для skype для зума каких-то видеоконференции вам вполне будет достаточно так мы видим еще что тут возле дисплея очень толстые рамки сейчас конечно делают поуже но что есть то есть из беспроводных технологий тут конечно есть вай фай и есть bluetooth 40 на этом обзор будем заканчивать однозначно рекомендую этот ноутбук для такой для офисной работы может для школьников для студентов стоимость ноутбука в районе их 250 долларов то есть не игровой а именно такой рабочий все офисные программы потянет без проблем объем жесткого диска для фотографий для просмотра фильма вам хватит на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал всем спасибо